В этом году Литературное объединение «Радуг» отмечает свое 60-летие. Кто стоял у его истоков, чем живет сообщество сарусских поэтов и прозаиков в наши дни. Об этом и не только поговорили с председателем «Радуги» и победителем конкурса фестиваля «Русский Гофман-2021» Александром Конопкиным. Александр, в этом году Литературное объединение «Радуга» отмечает свое 60-летие. Расскажите, как вообще все это дело начиналось, кто стоял у истоков, как клуб развивался? Ну, насколько я знаю, я сам, конечно, не стоял у истоков. В 61-м году в городе Тадар-Замосе-16 появилось Литературное объединение «Радуга». У истоков стояли Галина Беднова, Елия Александровича, вот, и всех, наверное, я не перечислю, там, Василий Репин. В общем, ну, там целая когорта была. Ну, то есть объединение поэтов писателей. Да, они вот поэты в виде, прозаики. И сначала-то их, как бы, наверное, они занимались сами для себя, но они постепенно начали выпускать, у нас где-то хранятся в архивах сборники. То есть они делали тоненькие. Сначала рукописный у них был, по-моему, посредник назывался. Он потом типографии, наверное, в них делал. Ну, а постепенно, как бы, люди не молодеют, к сожалению. Вот, приходит молодое, дорастающее поколение. Вот я уже, наверное, из последней волны. Но вы в 2009 году возглавили. Да, в 2009, наверное, году пришел, да. Что сейчас «Радуга» себя представляет? Сейчас достаточно активное объединение литераторов. В основном у нас поэты, несколько прозаиков есть. Ну, вот, Александр Ломтьев, известная прозаика, журналист. Елена Кашева, тоже известная прозаика. Остальные, в основном, остальные поэты. И, как бы, мы, кроме того, что пишем стихи и прозу, мы проводим множество мероприятий. Телемосты, как бы, сейчас техника позволяет. Мы проводили видеомосты с Израилем. С Израилем? Да. У нас там друзья познакомились на русском ГОФМНе. Ну и, пожалуйста, сейчас скайп или зум, что угодно. Вот, они сидят у себя, мы сидим в библиотеке Маяковского и разговариваем. Был видеомост с Витебском, это Белоруссия. С этим, с Крымом был. Так что, ради бога, сейчас легко. Ну и, кроме всего прочего, ездим мы, встречаемся с нашими же друзьями вот по Горьковской области. В Иксу, например, вот мы ездили не так давно. Есть такая деревня, называется Шилокша. Вот мы ездили туда встречать Старый Новый год в их библиотеку Шилокшанскую. У них деревня не очень большая, по-моему, там около двух тысяч населения всего. Но у них свое литературное объединение. Вот мы приехали к ним, пообщались, почитали стихи, поболтали, встретили Новый год. Так что, я считаю, что мы достаточно активны. Но в ваше объединение входят поэты и прозаики, вот только исключительно. Есть в нашем городе, например, литературные критики или вот кто-то вот в окололитературных кругах, скажем так, но сам не пишет. Ну, Татьяна Креницкая вот считается как бы литературным критиком или даже, я не знаю, как это правильно. Но она журналист, по сути. Она, по сути, журналист, да. Она не прозаик и не поэт. Но она вот в Радгу входит, да. Она обязательно... По крайней мере, ее перу принадлежит большинству отчетов о наших поездках. Вот, или когда что-то происходит, это вот она освещает. Но это только взрослые люди или молодежь вы тоже привлекаете? Потому что я знаю, что у нас есть литературное объединение в том же Дворце детского творчества. Вот они к вам ходят? Нет, но то, что в Дворце детского творчества, это литошка. Но там дети, то есть там школьники. К нам школьники не ходят. Ну, знаете, как, наверное, все-таки разница в возрасте, она сказывается. И довольно тяжело. Им, они, наверное, будут чувствовать себя не очень ловко. Потому что я один из самых молодых. Вот мне будет 50 лет скоро. То есть я один из самых молодых. И как бы вот представляете, что приходит мальчик или девочка в 16 лет, и как-то, наверное, не очень. Ну, а какая-то передача опыта существует? Вы знаете, как, вот передача опыта, она, конечно, существует. В том смысле, что когда мы приносим свои произведения на «Радугу» и начинаем там обсуждать, разбирать, кто что написал, то, конечно же, когда человек давно пишет, и у него больше опыт, да, он может указать и показать много, гораздо больше, чем вот человек, который начинает. И, соответственно, я вот когда пришел, я там молчал 5 лет. Я просто слушал, что мне говорят. Ну, это вот и есть передача опыта. Ну, вы приносили свои произведения? Ну, а как же, да, да. Или вы только спустя 5 лет пришли? Нет, нет, я пришел тоже там. Ну, сначала понемножку, сначала одно стихотворение. А сейчас вот сколько-то там что-то написалось, да, я приношу. И у нас там не то чтобы очередь, но вот когда мы приходим, как-то так спрашиваем, кто что принес. Бывает так, что никто ничего не принес. Тогда мы просто пьем чай и травим байки. А какие-то бывают, может быть, мастер-классы у вас? Вот когда было 50 лет Радуги, был на базе Дома ученых проведен большой литературный семинар. И тогда приезжали, значит, и писатели, авторы приезжали из-за зоны, вот, ввозили в город. И приезжали, соответственно, писатели, там, что называется, с большой земли. Вот, но это было такое прям значимое событие. А так мы в основном не проводим. По большому счету, вот, какое-то время они несколько раз ездили в Дивеево на семинары. Там у них есть тоже своя литературная организация. И Нелли Зима, это вот их председатель, она очень любит проводить семинары. И мы несколько раз ездили. Но сами мы не проводили. Сейчас, нет, наверное, нет. Что-то я не припомню, чтобы мы делали что-то такое. А сколько у вас, как бы, активных участников, кто постоянно приходит на встречи, кто приносит свои стихи? Ну, наверное, где-то около 20 человек. Ну, там, понимаете, как, это же не обязательно, там, вот, никто никого не заставляет. Все приходят, когда удобно, когда есть настроение. Ну, в районе 20 человек так переменно приходит. А можно проследить, интерес к радуге падает со временем или, наоборот, возрастает среди, вот, литераторов Сарова? Ну, то есть больше, больше людей к вам присоединяется или, наоборот, как-то? Ну, я не знаю. Это вопрос, который я, наверное, не смогу ответить. Потому что, вообще, литературное объединение, это достаточно такая специфичная организация, если так можно назвать. Туда приходят люди, которые ищут своих единомышленников. Вот, а поскольку литературой занимается все-таки не так много народу, как кажется. Это кажется, что вот в интернете набрал там стихи, да, и каждый второй пишет. Нет, на самом деле гораздо меньше. Вот, поэтому люди приходят. Вот, бывают разные периоды. Вот, за то время, что я в радуге, ну, сколько, человек пять, наверное, вот, приходили, уходили, кто-то остается. Вот, Мария Затонская, вот, она, например, пришла и осталась в радуге. Вот, в этом году две молодых девушки, они обе с прозой. Не знаю, вот, может быть, они уедут учиться. И тогда, соответственно, где-то будут в другом месте. А может быть, здесь останутся, кто же знает. Ну, люди приходят. А больше поэтов или прозаиков? И есть ли люди, которые тем и другим занимаются? Ну, вообще, наверное, пору, например. Вот за то время, что я там, примерно пору. А так вообще людей, которые пишут стихи, больше. Ну, и вы сами тоже поэты? Да. А о чем в основном пишут? О чем вы пишете, о чем пишут ваши коллеги? Ну, обычно пишут о том, что волнует. Это очень общий ответ, конечно. Но, честно сказать, я не знаю. Нет, у нас есть в городе вот один поэт, он пишет, у него такое прям четкое направление, эпическая поэзия. То есть он пишет эпические поэмы, там, битвы какие-то, рыцари у него такое. Но это вот единственный человек, который вот пишет именно что-то такое тематическое. Больше я никого не знаю. Остальные пишут о том, что у них происходит внутри. Все пишут на самом деле о том, ну, вернее, они пишут о себе. Каждый пишет о себе. Только, ну, в том смысле, что не про свою жизнь, а про то, как вот окружающее он прожил, что в нем отозвалось, об этом. Ну, просто хочется это выписывать на бумагу. Бывает, да, 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 именно так. А, ну, 20 там активных участников, назовем их так, то есть в год сколько-то написанных стихотворений, рассказов романов, а это выливается во что-то литературное, скажем так, сборники, книги? Не, ну, книги, вот, как бы, да, люди задают. Тут вот была у нас, в каком году, в 18-м году такая программа поддержки местных авторов. Вот я попал под ней. Вот мою книжку, она, и у нас есть такая замечательный поэт-иронист Марина Копкина, вот она тоже попала под эту программу. А так все издаются, ну, кто где, как сможет. К сожалению, у нас в городе почему-то нет такой программы по поддержке авторов, хотя, вот, например, в той же самой ВИКСе, она у них постоянно, и приличные деньги они там выделяют в руководство. Ну, то есть вот именно администрация выделяет деньги на развитие? Да, они заложены в бюджет, а у нас, вот сколько раз мы не пробовали, что-то никак не получается. И, насколько я понимаю, еще есть у вас совместные сборники, да, литературные? Ну, совместные сборники, да, это такое, это очень неблагодарное достаточно занятие, понимаете, как сборник это что? Когда, каждому понемножку, то есть, по большому счету, ну, сколько там, пять стихотворений, это не очень интересно. Ну, может быть, как отчетный материал, то есть, что вот, да, там, литературное объединение там живет и что-то делает, а по большому счету, это, есть такое ядовитое название «братская могила», это вот туда их сложили всех, а потом все равно никто не читает. Так критично к этому относитесь? Ну, это не я, это я повторяю за кем-то. Ну, а когда последний сборник выходил? Ну, вот, на 50 лет «Радуги» выходил, именно «Радужане», там, только «Радужане». Вот, была, по-моему, в прошлом году антология поэзии «Закрытых городов», вот, но это под эгидой «Росатома». Ну, и туда все равно есть отбор. Да, конечно, там, ну, все, кто хотели из города, все туда попали. А в этом году, раз в 60-летие тоже будет какой-то… Да, мы планируем выпустить книгу, да, начали собирать материал, вот, обратились за поддержкой к администрации, я надеюсь, что все будет хорошо. А встречи с читателями, все-таки, мне кажется, что для любого творческого человека, тем более, который пишет, важно это донести до своего читателя. Есть такие партии? Вы знаете, вот, мероприятие проводится, библиотеки, библиотека Маяковского проводит мероприятие, и нас приглашают, да, мы приходим, вот, читаем. Ну, 10 июня будет мероприятие тоже. Даже нам, как бы, обратились, говорят, если хотите, приходите. То есть, я так думаю, что, да, радужане придут обязательно. Но это открытый микрофон, который… Да, 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 ну, а вот, как бы, на базе Дома ученых у нас вот проводилось несколько творческих вечеров, когда, как бы, вот, там, Елена Кашева, вот, она проводила большой вечер творческий, там, Александр Ломатьев тоже проводил, представлял книгу, значит, и вот, там, была с ним долго встреча, очень, там, почти три часа, и никто ее не заметил, как время прошло. Ну, вы знаете, это довольно сложно. Вот, я, например, не взялся провести свой творческий вечер, потому что я просто не знаю, как это нужно. То есть, во-первых, это не просто, а, как бы, чисто отметиться, ну, а зачем это мне? То есть, ну, это мое, конечно, отношение. А кто в нашем городе, какой контингент, скажем так, вот, читателей, почитателей литературы, кто сам не пишет, но при этом ему нравится читать, саровских авторов? Вот есть какой-то такой круг людей? Ну, в Доме ученых, в принципе, приходит много, ну, постоянно, есть постоянные пстители, да, ну, это в основном достаточно такие взрослые люди, молодежи не очень много. В этом году как вы планируете юбилей отмечать? Будет торжественный вечер в Доме ученых, ну, мы планируем в начале ноября. Наверное, там будет 4 ноября или 5, где-то вот в этом районе. Должны приехать гости из Союза писателей из Москвы, должен приехать, если у него получится, конечно, главный редактор литературной газеты, председатель или, как он правильно, руководитель областного отделения Союза писателей. И мы еще пригласили наших друзей, значит, Дмитрия Воронина из Калининграда, прозаик, Екатерина Наговицына из Екатеринбурга, тоже прозаик, и Елена Баикина из ВИКС, она парит. Вот, будет торжественное мероприятие, мы там подведем итоги, расскажем, какие мы молодцы, себя покажем. Ну и литературный сборник презентуете. Ну да, соответственно, да. Я так понимаю, что вот друзей в литературных кругах вы находитесь в том числе и на конкурсе «Русский Гоффман». Да, «Русский Гоффман», да, это... Вот я в сколько раз был? Шесть раз я там был. Почему такое трепетное отношение к «Русскому Гоффману»? Какое-то волшебное место. Вот, когда я первый раз приехал, я честно скажу, я просто не знал, что ждать. Тем более Калининград, это такой, он как-то... До него просто так и не доберешься, да, только на самолете. Ну это такой, да, особенный город. И оказалось, что люди, которые организовали, самый главный организатор – это Борис Бартфельд, ну это настолько он очаровательный и обладает какой-то магической энергией, и что люди к нему просто тянутся. Один раз там побывав, все говорят, ой, скорее бы следующий «Русский Гоффман», чтобы туда попасть. Ну это вот именно харизма. Да, и, ну и, соответственно, ну он как бы самый главный организатор, у него есть помощники. И вот как раз их коллектив, вот тех, кто это делает, они просто волшебники. Все изумительно продумано, очень интересно, ну и уровень литераторов, которые туда приезжают. Потому что там как бы сам конкурс проходит два этапа, сначала лонг-лист, потом шорт-лист. И из короткого списка уже выбирают там победителей и дипломантов. Ну вот тех, кто, собственно, поедет вот на финал. Как бы те, кто попал в этот шорт-лист, и они могут приехать на фестиваль. То есть вообще «Русский Гоффман» — это конкурс-фестиваль. Сначала конкурс, а потом желающие, вернее, желающие, попавшие в шорт-лист, могут приехать уже на очный фестиваль. Вот, и там проводится, значит, чтение. Те, кто приехал, они рассказывают о себе, читают свои произведения. Интересная экскурсионная программа. Вот Борис Бартфельд, он краевед, он может рассказать про каждый камень в Калининграде. Это очень интересно. Но вы шесть раз там, и каждый раз все равно ходите экскурсии? Нет, ну, как бы программа меняется. Потому что все понимают, что люди, поскольку люди приезжают не первый раз, то один и тот же маршрут, конечно, ну, это будет неинтересно. Вот. Там год от года что-то меняется. А коллектив авторов, которые туда приезжают, тоже меняется? Да, конечно. Причем, как бы, вот в этом году и в прошлом году там 22 страны было представлено. Страны? Да. То есть это международный? Это международный конкурс. Вот. И, ну, к сожалению, сейчас границы закрыты, как бы сложно. Да. А так вот, собственно, те люди из Израиля, с которыми мы проводили видеомост, то есть мы как раз там и познакомились, то есть они приехали вот на фестиваль в Калининград. То есть со стороны зарубежных авторов тоже есть, получается, интерес вот к Калининграду. Да, да, русскоязычные, как бы, я не знаю, как это правильно называется, русскоязычные сообщества, да, они интересуются. Ну, в этом году вы стали победителем русского ГОПа на номинации поэзии, да, я так понимаю. Это ваша первая победа? Ну, первое место, да, первый раз. Вот. Я до этого заявлялся, по-моему, у меня было второе место какой-то год, и был я дипломантом. Ну, в этом году как? Что вы представляли, как все проходило, какие эмоции от победы? Ну, как мне сказали, что очень жаль, что не сняли твое лицо, когда тебя объявили, что ты победил. То есть вы не ожидали? Я вообще не ожидал, честное слово, не ожидал. Я не знаю, как это описать, просто когда фамилии идут, 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 я понимаю, что, ну, да, наверное, я не попал. Вот, и тот оказался, что последняя фамилия, которую назвали, моя. То есть там называется третье, второе, первое место. Ну, очень приятно, очень приятно. Что вы представляли? Я представлял подборку стихотворений. Я боюсь, что я вас вам не смогу сейчас ничего прочитать. Ну, то есть нужно было самому автору выйти на сцену, прочитать? Ну, вот да, когда награждали, там как бы просили прочитать одно стихотворение. Ну, а так там процедура такая, что все отправляется через интернет письмом подборка стихов. И жюри отбирает, соответственно, отсеивает. Ну, то есть те, кто туда едет, в принципе, жюри уже знают, кто из них станет победителем. Вы знаете, там, вот, это один из немногих, или, может быть, даже единственный конкурс, где на самом деле жюри до последнего момента не знают фамилии, вот, авторов, которые они жюрили, собственно. Там есть специальный человек, который получает все подборки подписанные. Вот, он присваивает имена по какому-то, я не знаю, по какому принципу. И все подборки идут, они анонимные. Ну, как бы вслепую, получается. Да, то есть никто не знает, кто вот это написал. Вот, и уже когда итоги подвели, уже тогда вот эти номера превращаются в фамилии и имена. Поэтому жюри, я больше чем уверен, что жюри судит очень правильно. А кто в состав жюри входит? Ну, там жюри, насколько я знаю, в жюри состоит, как бы, там два состава. Первая линия – это те, кто составляет длинный список. Их, по-моему, восемь человек. Ну, это вот из нашего города, это вот Татьяна Кореницкая и Лена Кашева. А, то есть можно в состав жюри войти и просто интераторам. Ну, они тоже участвовали, и вот им предложили. Там организаторы они сами предлагают, если вот, как бы, видят, что люди справятся. Вот. А вторая, в общем, основное жюри – это вот главный редактор журнала «Нева». Это Наталья Анатольевна Гранцева. Значит, очень известный российский поэт Владимир Иванович Шемшученко. Главный редактор литературной газеты Максим Замшев был поэт, известный тоже поэт из Кемерово. Ну, нет, не из Кемерово. Откуда же он был? Тоже вылетел. И, 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 и. Ну, и Бартфельд, по-моему, вот сам организатор, он тоже в жюри входит. То есть люди высокого полета, на самом деле. И им не откажешь в том, что они понимают, что такое хорошее есть, там, стихи или проза. Победа в русском Гофмане, участие, что он дает? То есть, опять же, будут, будет опубликован какой-то литературный сборник, или, может быть, вас в том же литературном журнале «Нева» напечатают? Ну, значит, во-первых, будет выпущен альманах. Значит, тех, кто там, по-моему, лауреатов включают в альманах. Это выпускают в Калининграде. Значит, первого числа, первого июня вышла литературная газета, и там напечатаны стихи победителей в номинации поэзии. В журнал «Нева», ну, я не могу сказать, будут они печататься или нет, потому что, ну, это, наверное, на усмотрение главного редактора. Ну, по идее, наверное, да. Может быть, и будет. Но что дает? Во-первых, это дает, вот теперь мою фамилию, ее везде печатают, что вот, победил там такой. То есть, это хоть какая-то известность. И поскольку, как бы, все друг с другом общаются, ну, и, может быть, кто-нибудь теперь будет обо мне знать. В дальнейшем тоже планируете принимать участие в русском группе? Ну, я думаю, что да, я буду принимать. Может быть, надо попробовать теперь прозу пописать. Ну, то есть, уже есть такие планы. Ну, по идее, ну, что еще можно выиграть, если я поэзию уже выиграл второй раз, то вот как-то уже, наверное, не интересно. Ну, а Саров, я так понимаю, все равно практически каждый год есть, но русский Гофман, да, и каждый год есть какие-то успехи. Да, у нас каждый год кто-то заявляется, и, по-моему, мы ни разу не оставались без наград. Ну, почему? Это у нас просто такие люди талантливые. Видимо, да. Ну, мы, конечно, вот в Радуге считаем, что вот мы, ну, кроме того, что и люди талантливые, ну, вот, и мы хорошо работаем и растем над собой. А какие вот у вас, как у поэта, возможно, будущего писателя планы на будущее? О чем, может быть, вы хотите написать? Не могу ответить, потому что... Или это приходит? Оно само приходит. Какие-то... Что-то внутри происходит, и понимаешь, что надо написать про это. И когда это случится, и на какую тему, что произойдет, я не могу предсказать. Я думаю, что вам никто не ответит на этот вопрос конкретно. А у вас есть, может быть, такой вопрос странный? Среди ваших, как бы, коллег из «Радуги» есть кто-то, чьим творчеством вы восхищаетесь? Кто для вас пример? Ну, вот, мне очень нравится поэтическое видение у Марии Затонской. Вот, она по-настоящему необычна, вот, ну, на мой взгляд, видит. Другой вопрос уже, как там это все написано, но то, что вот, то, что она замечает, и то, что она вот потом пишет, меня вот временами восхищает. Несмотря на то, что Мария, в принципе, моложе вас? Да, она, ну, это на самом деле, это не зависит от возраста. Это же, если это дано, то человек видит. А если не дано, то, ну, неважно, пусть мне будет 80 лет. Ведь я там все, там, 80 лет стоял около литературного станка. Если я не могу видеть, я не увижу. Ну, то есть должна быть какая-то искорка, изюминка. Да, да, это должно быть, это враждебно. Это я так думаю. Спасибо вам большое за беседу. С нами был Александр Конопкин, председатель литературного объединения «Радуга». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова